МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В пятницу женщина с дочерью и шестилетним сыном приехала в гости к подруге, где распивала алкогольные напитки в компании общих приятелей. На следующий день в вечернее время мать отлучилась из дома, оставив детей под присмотром подруги. В то время, когда женщина заснула, девочка подвинула к окну стул, забралась с него на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпала из окна. Падение ребенка заметили соседи. В настоящее время девочка в реанимации. Сегодня в Абакане завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава города Николай Булакин. Подачу тепла в квартиры прекращают согласно действующим правилам, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не опускается ниже плюс 8 градусов. Выходные погода была по-настоящему летняя. Днем синоптики отметили 22 градуса тепла. Такие же показатели на термометре продержатся еще как минимум два дня. Теплая погода не могла не сказаться на состоянии ледового покрытия водоемов. В МЧС республики предупреждают, что в Хакасии не осталось реки-озер для зимней рыбалки. На Красноярском водохранилище, где собирается очень много любителей подледного лова, даже пришлось выставить посты. Вместе со специалистами патрулировать акваторию отправилась и наша съемочная группа. Рассказывает Юлия Константинова. Посты на Красноярском водохранилище, в Волчьем лагу и на Усть-Ербе. Сюда съезжаются заядлые рыбаки со всей Хакасии. Вот и сегодня больше 300 человек. Несмотря на то, что лед очень хрупкий. Сергей Иванов, местный житель, рассказывает, ловлю только себе на уху. Иногда с риском для жизни. Вертолёд уже мало. Лет пять назад потушку калу нас относило. 22 человека. Всё, последний день сегодня. По толстому льду. Не всё на этом. Слишком опасно. Видно даже по цвету. Синий или зеленоватый оттенок льда говорит о его прочности. А вот матовый, белый или желтоватый, как сейчас, это сигнал ненадёжен. Лёд уже начал дышать, то есть стал игольчатым. Тут даже не важна толщина. Она может быть даже до метра. Нет единого монолита, а значит рассыпаться он может в любую минуту. Достаточно сильного порыва ветра, чтобы пошла волна, способная разбить ледовое поле. На днях это уже произошло. В районе посёлка Абаканоперевоз сотрудники МЧС сняли с оторвавшейся льдины двух горей рыбаков. Искали больше часа. Повезло. Оба живые. Старая поговорка есть. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Это не в том плане, что мы их бросили, а что люди сами должны заботиться. О своей жизни, о сохранности своей жизни, о своём здоровье. Прежде всего, сами. Любителям зимней рыбалки не мешает об этом задуматься в преддверии длительных выходных. К тому же погоду на майские праздники синоптики обещают неустойчивую, ветреную, с небольшими дождями. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200 Хакасия. Восемь лесных пожаров были потушены за минувшие выходные в Хакасии. Всего с начала опасного периода лес горел 20 раз. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 80 гектаров. В прошлом году, в конце апреля, от огня пострадало уже более 600 гектаров лесного фонда. Виновники всех нынешних пожаров – местные жители и сельхозпалы. На сегодняшний день установлено два виновника. Материалы дел переданы в следственные органы. Напомним, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесу штрафы составляют для граждан до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц до 10 тысяч и для юридических – до 100 тысяч рублей. Представители рабочих профессий со всей республики собрались сегодня в здании драмтеатра. В канун праздника «Весны и труда» глава Хакасии Виктор Зимин вручил награды лучшим из лучших. Репортаж Константина Кравцова. В жизни Чебана и Ширинского района Федора Богданова – это первая награда. Орден заслуженного работника сельского хозяйства из рук главы Хакасии. Кажется, Федор на вопрос, за какие дела, смущен. Говорит, просто делал свою работу. Спасем Атару, проводим окот, осеменяем его, получаем отыгнят. После лета стрижку проводим, стригем, шею сдаем. Ну и вот такая работа. Тем не менее, сегодня глава республики отмечал только выдающихся в своем деле. Дворники, доярки, металлурги, энергетики, кочегары и фельдшеры. В драмтеатре собрались десятки представителей рабочих профессий. Виктор Зимин отметил большие достижения Хакасии в масштабах страны. За прошлый год по росту экономики и социальной сферы республика на 12-м месте из 83 регионов. Благодарю вас за труд. Такие результаты возможны только тогда, когда эффективно работают трудовые коллективы и чиновники. В нашей республике появилась возможность для открытия новых предприятий, производств, для создания новых рабочих мест. И уже есть первые результаты. Только в одном Черногорске за последний год открыто несколько современных предприятий. Виктор Зимин также подчеркнул, что сегодня Хакасия остро нуждается в молодых специалистах. Это на фоне растущего производства. Чтобы заманить молодежь в профессию, власти намерены создавать программы поддержки. Например, уже с июля будут выдавать нуждающимся бесплатные земельные участки. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Подарок, которого ждали 30 лет. Сегодня временно исполняющий обязанности главы республики Виктор Зимин вручил юным картингистам новые спортивные автомобили. За подарками в Абакан приехали представители шести муниципальных образований Хакасии. Ширинского, Багратского, Устебаканского, Алтайского районов, Черногорска и Абакана. В этих территориях секции по картингу существуют уже многие десятилетия. Сегодня их посещает около 170 школьников, в основном мальчишки. За годы работы спортклубов условия тренировок практически не изменились. Техника старая, ее приходится постоянно ремонтировать. Теперь автопарк «Карта» в Хакасии пополнился 12 современными малолитражными машинами. По две отправились в каждую из шести территорий. Но предварительно подростки продемонстрировали навыки вождения на площади у здания правительства. Уважаемые руководители клубов, теперь у вас есть возможности, чтобы приобщать к этому захватывающему виду спорта еще больше девчонок и мальчишек. И добиваться высоких результатов на соревнованиях, принося славу родной Хакасии. И колеса, резина совсем другая, диски алюминиевые. Потом что взять? Вот защита хорошая. У наших-то нет защиты. И поэтому при столкновении часто ломаются рулевые тяги. Тут уже это будет защищено. Тормоза, я гляжу, очень неплохие. Поэтому, ну и двигатель, конечно, хондовский. Это не сравнение с нашими. Сфера коммунального хозяйства должна быть понятна всем и каждому. Именно такую цель преследовали составители книги «ЖКХ. Наши права и возможности». Напомним, авторы – представители партии «Единая Россия». Сегодня состоялась презентация второго выпуска издания. Сколько дней отводится управляющая компания на ответ по запросу потребителя? В каком виде и на какой срок человек может получить рассрочку по оплате услуг ЖКХ? Как правильно составить претензию или жалобу? Эти и многие другие вопросы, а также ответы на них, можно найти в новом справочнике. Он посвящен последним распоряжениям федерального и республиканского правительств, которые определяют отношения собственников жилья и коммунальных служб. В частности, подзвучали комментарии к последнему постановлению правительства от 16 апреля. Они касаются так называемых общедомовых нужд. Если раньше они выглядели как разница между общедомовыми и индивидуальными счетчиками ресурсов, то теперь все изменилось. Все говорили, как так? Я потребил куб горячей воды, допустим, а мне еще 3-4 приписывают как потребленные якобы на общедомовые нормативы. Так вот этим от 16 апреля документом что изменено? Теперь под общедомовым нормативом будет пониматься строго нормируемый размер объема горячего, холодного водоснабжения и так далее, тепла, которое потребляется на общедомовой норматив. Конкретно 10 литров на помывку окна, 3 литра на помывку пола, там и тому подобное. Совершенно конкретная сумма. А разницу, которая все равно, допустим, будет образовываться, вся переносится на убытки управляющей компании. В брошюре доступным языком даются пояснения к федеральным и муниципальным законам. Кроме того, в справочнике есть бланки заявлений, претензий и жалоб. Их можно просто вырвать и, заполнив, отослать адресату. Я думаю, она будет востребована, особенно сейчас. Мы будем, она востребована будет, наверное, через исполком партии «Единой России» и в общественной приемной, это на вокзальной будет находиться. Поэтому, пожалуйста, все, кто заинтересован, и на округах тоже будут, по городу Абакану, по республике тоже будут распространяться. Пока тираж брошюры невелик, лишь 7 тысяч экземпляров. Но если она окажется востребованной, тираж увеличат. Основная цель издания – убедить людей в том, что они несут личную ответственность за свое жилье и отношения с коммунальщиками. А уже потом ответвление… Проверка водой и грязью, причем на скорость. Любители ярких зрелищ эти выходные запомнятся надолго. Абакани прошли соревнования по джип-триалу «Старица-2013». Более 40 экипажей из Красноярска, Минусинска, Тулы и Хакассии доказывали, что для их машин не нужны дороги. В первый день трассу покоряли Нивы и Уазы. Ко второму дню напряжение выросло. На старт вышли наиболее подготовленные внедорожники и самый заряженный класс. ТР-2 и ТР-3. Трассу заранее готовили, но даже организаторы не ожидали таких сюрпризов от природы. Вода на Абаканской протоке на второй день соревнований стала быстро подниматься. В нескольких местах машины уходили под воду, по капот и выше. Участники буквально выплывали из своих внедорожников. Люди выдерживали, не выдерживала техника. Уже на первом круге треть участников сходила с трассы. Одни застревали в грязи, другие глохли в воде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, машина под водой замкнула. А сейчас наш эфир продолжит рубрика «Есть мнение». Далее смотрите прогноз погоды и программу «Наука Хакаси». Не переключайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое главное, что любой россиянин мог позвонить и задать ему любой вопрос. Очень много было вопросов про терроризм в социальную сферу, поддержку малого бизнеса. И очень жаль, что не было ни одного звонка с Хакасией. Но, в общем, все те вопросы, которые задавали президенту, они напрямую касаются нашей республики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА